Елась, Макасимовский район, 2020 год. Вечер 4 апреля, ближе к 10. Компания молодых людей во дворе еще не подозревает, что их роковая ошибка в том, что они оказались рядом с домом, вернее под окнами, где проживал 31-летний на тот момент Антон Франчиков. Мужчина оказался в сильно раздраженном состоянии, а потому громкие разговоры во дворе вывели его из себя. Судом установлено, что вечером 4 апреля 2020 года в период времени с 21 часа 47 минут по 21 час 57 минут осужденный, находящийся по месту своего жительства в районном поселке Еласьма, услышав громкие голоса под окнами своей квартиры, вышел на балкон и увидел скандирующих в спортивной кричалке пятерых молодых людей. В результате высказанных осужденным замечаний в грубой форме между ним и погибшими произошел словесный конфликт. После этого Франчиков взял свое охотничье ружье «Вепрь», вышел в подъезд, где и встретил своих оппонентов. Прозвучали четыре выстрела. От полученных ранений трое скончались на месте происшествия, а супружеская пара выбежала на улицу, где осужденный произвел у них еще три выстрела, в том числе в голову молодому человеку. От полученных ранений супруги скончались на ступенях крыльца, ведущих в подъезд дома. Вину в инкриминированном вам преступлении вы не знаете? Садей, вы раскаиваетесь? Погибшая девушка была беременна. Франчикова задержали в тот же день. Его версии о мотивах были разнообразными. Сильное раздражение шумная кампания, по его словам, вызвала потому, как громкие голоса мешали заснуть маленьким детям Франчикова. А ружье в подъезде он по собственной версии применял в качестве самообороны. Дескать, переживал за собственную жизнь. В ходе допросов он настаивал, что действовал в состоянии самообороны, однако его доводы были опровергнуты собранными по делу доказательствами, в том числе и полученными в ходе проведения комплекса следственных экспериментов и судебных экспертиз. Действия мужчины квалифицированы как убийства, совершенные при отягчающих обстоятельствах. 11 мая в Рязанском областном суде зачитали приговор Франчикову. Убийцу приговорили к пожизненному заключению колонии особого режима. Колония особого режима является аналогом смертной казни и предполагает максимально жесткий режим содержания заключенного. Продолжение следует...